всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по москве и сегодня это в буквальном смысле слова прогулка потому что мы с вами сегодня идем смотреть достопримечательность которая ну наверное мало кто они знает слышал хотя люди которые живут в этом районе наверняка знают про эту достопримечательность и находится она на красно студенческом проезде где стоит старый чугунный павильон с очень интересный таким с интересной историей дело в том что этот павильон он является трамвайной остановкой начала двадцатого века ему уже больше ста лет и остановочный павильон один раз перестраивался и один раз реставрировался после того как полностью сгорел сейчас как и долгое время уже это остановка трамвая номер 27 также здесь останавливается двадцать девятый трамвай а изначально это остановочный комплекс парового трамвая который все ласково называли паровичок трамвай на паровой тяге и на паровой это первая линия механического городского транспорта она была организована по маршруту меуская застава а сегодня это площадь совеловского вокзала и до петровской сельскохозяйственной академии это произошло задолго до открытия бутырского то есть совеловского вокзала в 1886 году при активном содействии бельгийского общества железных дорог в то время почти все конки создавались на деньги иностранных инвесторов самым крупным и драком на нашем российском рынке был как раз бельгийское акционерное общество городских и предродных конно-железных дорог в россии ну а паровичок это маленький паровоз который своими клубами пара из трубы многим напоминал самовар в самом начале он таскал два открытых деревянных вагона вскоре их количество было увеличено до 6 никакой техники уж тем более электрики на этом как его назвали дачном составе не было поэтому особый колорит добавляла свечное освещение вагонов работали на линии в две смены а команда каждого рейса состояла из машиниста и его помощника если вагонов было два то кондуктор был один если вагона было больше то в каждом сидел свой собственный кондуктор также был составе специальный человек который был оболномочен разбирать конфликтной ситуации на дороге в том числе аварий ну такой персональный инспектор наверное не все знают я тоже не знала пока не нашла эту информацию о том что кондуктором трамвая работал известный советский писатель в юности работал известный советский писатель константин паустовский вот и как раз вот он работал на паровичке который ходил от савеловского вокзала в петровско-разумовскую сельскохозяйственную академию такая дачная линия в москве время и прогресс очень скоро сделали свое дело и конки и паровые трамваи или электротехнические и электрические вагоны стали конкурентами и доходило даже до того что линии электрические линии прогладывали параллельно старым маршрутом 1 июля 1922 года старичка паровичка как бы его линия была электрифицирована и он стал не нужен тогда в последний рейс его провожала вся академия во главе с профессором алексеем фортунатовым вот такой вот так вот любили этот этот паровичок и когда его провожали фортунатов ну студенты украсили его венками из сосновых лап и цветов заполнили все его вагоны вот этим всем цветами и вместе с профессором фортунатовым запели сочиненные им еще в 1891 году гимн академии а затем с песнями и громкими метрами проводили паровичок до бутырской заставы где была его конечная остановка в москве ну это то что касается паровозик а что касается остановки где остановился этот паровозик то здесь много споров возникало одни считали что она была открыта 1890 года по проекту архитектора франца корновицкого во времена когда еще здесь ходили конки и вагоны приводили движение лошади а в 1891 году к ним пришли на смену паровички трамваи на паровой тяги и именно тогда был построен этот павильон однако на самом здании вы видите висит вот такая вот табличка известно что с 1920-х годов проводилась первое расширение трамвайных путей и большая часть трамвайных остановок была построена по проектам явления шервинского проект таких остановок был типовым их строили чуть ли не по всей москве возможно при работе шервинский вдохнове вдохновлялся остановками работы корновицкого и перенес некоторые их черты сама конструкция стала основательной с чугунными колоннами а внутри были два закрытых зала ожидания девятьсот восемьдесятых девяностых годах остановка сильно пострадала от пожара были утрачены все деревянные элементы уцелили только чугунная колонна решетка в нижней части павильон находился в аварийном состоянии в нем длительное время функционировал пункт приема ремонта обуви и торговая палатка в девяностых годах павильон кое-как восстановили ну вот сейчас видите вот разного разного времени как выглядел этот павильон ну вот в 90-х годах вот так примерно он и выглядел здесь сейчас как вы видите немножко изменено все таки отличается от фотографий то что сейчас и то что было и сейчас здесь вот с одной стороны магазин вы видите овощи фрукты маленький ларер с другой стороны кофейня и чуть и поставить здесь теперь висят часы над входом и вообще немножечко другой вид надо сказать ну в принципе это удобно можно если ты ждешь долго трамвай зимой особенно можно выпить чашечку кофе это мне кажется даже правильно вот но трамвай двадцать седьмой так до сих пор и ходит я на нем отсюда уехала именно в нем работал кондуктором паустовский константин паустовский и вот сейчас павильон выглядит вот так и и мне кажется что жители очень довольны своим новым павильоном здесь вот еще можно теперь попить кофе тот редкий уникальный случай когда действительно от грамотных действий властей в плюсе все оказались включая наконец-то местных жителей с их интересами ну в общем вот так а хозяйка кофейни и я не буду назвать ее фамилия и проект этот это ее личный проект и память архитектуры анна арендовала по программе рубль за квадратный метр с обязательным условием реставрация объекта надо сказать что здесь произошли такие интересные события ну во первых все пошло не так как планировалось все это она хотела конечно реставрировать но тут случилась пандемия и самоизоляция это еще было полбеды сама беда пришла откуда не ждали то есть пути начали ремонтировать трамваи перестали ходить и соответственно основной поток клиентов иссяк клиентов кофейни стало катастрофически мало и кофейня оказалась на грани закрытия но тут на помощь пришли местные жители которые запустили в инстаграме и фейсбуке флешмоб который прогремел не только на темирательский район назывался этот флешмоб кофейня на студенте на красно студенческом и в общем то таким образом спасли эту остановку благодаря этому кофейню удается держаться на плаву и здесь сейчас можно добраться сюда на том самом 27 трамвае я когда снимала здесь мне показалось что люди даже все абсолютно понимали что я снимаю почему я снимаю потому что все практически я думаю что все знают историю этой остановки но местные жители единственный минус который мне здесь вот хочу отметить это то что трамваи ходят очень редко но просто очень редко я стояла и думал о том как зимой наверное здесь холодно долго стоять ждать но здесь как бы в эту сторону туда на войтовскую отсюда идет трамвай а в другую сторону там обычная остановка там негде даже спрятаться вот от холода или от ветра дождя но дождя есть там крыша вот обычная остановка самая современная поэтому вот такой вот мне показался минус ну а так в принципе все замечательно мне очень понравилось самой это остановочка и дай бог чтобы она и дальше радовала своих посетителей жители этого района своим присутствием здесь а на сегодня это все всем большое спасибо за просмотр всем пока пока